Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня мы поговорим о том, как можно сделать разум чистым. Потому что многие люди спрашивают о том, вот действительно, что можно делать на ежедневной основе. Самое простое, что можно делать, это просто быть в настоящем времени, то есть присутствовать. Если что-то выбивает, то возвращать свое внимание в настоящий момент. Наблюдать за людьми, за растениями, животными, домами, солнцем, то есть небом. Все, что происходит вокруг нас, просто наблюдать за этим, то есть смотреть, что же это такое, и подтверждать себе, когда вы посмотрели на это. Это такой процесс ориентации, то есть чтобы быть, поддерживать себя в настоящем времени. Можно, конечно, наблюдать и за своим дыханием, но это больше уже касается процесса медитации, когда быть просто, ну, сидя, например, и посидеть в какое-то время в своем пространстве, понаблюдать за своими ощущениями. Я же занимаюсь процессингом, процессингом счастья. Почему я так это говорю? Потому что счастье – это естественное состояние здесь и сейчас, в настоящем времени. А когда наши мысли уходят в прошлое, когда наше внимание погружается в какие-то моменты, которые там были болезненными, то мы эти моменты можем проработать. То есть пройти, что же там такое скопилось в теле и уме, и разобраться, убрать вот эти все негативные заряды. И тогда внимание снова возвращается в настоящий момент. Потому что было замечено еще в новой германской медицине, в частности, что причина заболевания – это психосоматика, то есть психологический конфликт. По сути, то, что мы называем сейчас депрессией – это состояние подавленности, то есть когда кто-то или что-то подавляет нас. Убрав источник подавления или урегулировал его, мы получаем здоровое духовное человеческое существо. Вот моя цель, чтобы каждый из нас был духовно-физически-психически здоров. И это возможно. Когда у нас будут четкие критерии психического, физического и духовного здоровья, то мы сможем четко сказать – этот человек здоров, а этот нет. В настоящий момент таких критериев нет. И поэтому, собственно, любого человека можно упечь в сумасшедший дом или посадить в тюрьму, потому что нет четких критериев этичности, четких критериев душевного здоровья. И эти критерии должны быть, чтобы человек мог на самом деле присутствовать здесь и сейчас. Это простой критерий. Мог отличать одно от другого, видеть тонкие отличия, замечать, что происходит, а что не происходит, воспроизводить других людей, свою речь. Вот это важные моменты. И это на самом деле критерии душевного здоровья. Вы можете сами это проверить. Есть тест о экспорте, тест способностей. Там 200 вопросов можно проверить ваши способности, а можно пройти тест личности, там, где есть тест IQ, тоже проверить ваше IQ. Это очень важные моменты. Попробуйте, сделайте это. И на самом деле процессинг увеличивает и IQ, и эмоциональный интеллект, и способность справляться со своей жизнью. Поэтому, друзья, кому это интересно, я буду на самом деле очень рад вашим откликам. Пишите их в комментариях. И все мои контакты тоже вот есть в комментариях. Поэтому моя цель – это чтобы как можно было больше душевно здоровых людей. Потому что с такими людьми можно строить будущее, строить совместные цели и, соответственно, вместе делать те вещи, которые будут приносить еще большее благо. Чем больше таких людей будет, тем больше будет у нас пространства, любви и счастья на нашей игровой площадке. Поэтому, кому эта тема интересна, я открыт к общению. Мои контакты будут в описании к видео. И вы можете писать ваши комментарии на темы, на какие, допустим, рассказать в своих видео. В среду я провожу прямые эфиры в 19.00, где отвечаю на вопросы. Также можно писать вопросы в соцсетях. Вот, друзья, поэтому, если видео понравилось, ставьте «нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, делитесь этим видео с друзьями, а колокольчик – как напоминание для того, чтобы не пропускать видео. Также в описании моя книга «Миры вечного познания» – там вы сможете узнать о том, как можно создавать свои вселенные и играть вместе, приглашая туда своих друзей и близких. Вот на этом на сегодня все. Вам счастье, гармонии, осознанности. И занимайтесь духовной практикой. Это действительно поможет вам исцелиться и духовно, и психически, и физически. Во благо, друзья. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok